Мост у гостиницы «Турист» засветился. В прямом смысле. На сооружение установили новое световое оборудование специально к Новому году. Во вторник вечером первые лица города дали старт праздничной подсветки пешеходного моста. Мы сейчас посмотрим, какая реакция будет и дальше по этому действию. И, может быть, к дню города еще осветим те два моста, которые у нас сегодня и Атральный, и Соковский. Поэтому будем двигаться вперед и радовать наших жителей. Подсветка установлена на внебюджетные средства. Это подарок городу на Новый год от одного из крупных инвесторов. По сути, оплатить пришлось только установку, да и то по минимуму. Само оборудование, по словам представителей компании и поставщика, уникально для нашего города. На данном мосту установлено уникальное оборудование отечественного производства из импортных комплектующих. Такое оборудование устанавливают страны Европы. Есть некоторые объекты в России. Данный объект оснащен светодиодными светильниками нового поколения. Абсолютно энергосберегающие, долговечные и надежные. Главный, актуальнейший именно для нашего города плюс этой системы освещения – это ее антивандальность. Устанавливали это оборудование здесь профессиональные альпинисты, поэтому я бы не советовал это делать. Во-вторых, оборудование антивандальное, оно и закреплено очень мощно и хорошо. Во-вторых, здесь стоят видеокамеры, поэтому если кому-то сильно захочется, я хотел бы посмотреть на результаты. Как бы в уводе не отлавливали потом этих людей. Компьютер задает режимы работы подсветки. Переливаться она может всеми цветами радуги. Вариантов работы – тысячи. В городской администрации решено для каждого времени года и праздника определить свой режим, чтобы разбавить яркими красками городской пейзаж.